Директор управляющей компании, партнер групп Владимир Редкозубов у нас в студии. Разговор пойдет о диагностике газового оборудования в многоквартирных домах. По этому поводу поступает много вопросов от жителей. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Знаю, что эта процедура в ваших домах уже завершена. Как она прошла? По сути, зачем она была? Что люди должны знать? Поделитесь опытом своим. Здравствуйте, уважаемые жильцы нашего города. Давайте для начала беседы определимся, что такое внутригазовое оборудование, внутридомовое. Внутридомовым газовым оборудованием является часть общего имущества, которое уходит в состав ее. К нему относятся газопровод и запорная арматура, которая расположена на газопроводе. Все, что до квартиры. Все, что до квартиры. Внутриквартирным газовым оборудованием является и, соответственно, газовая плита, газовая колонка. А балансовым разграничением является первое запирающее устройство, которое стоит в квартире, то есть вентиль, перекрывается. Вот это является внутриквартирным газовым оборудованием. Обязанность по проведению технического диагностирования, мы уже перешли к диагностированию, установлена в постановлении правительства номер 410 от 14 мая 2013 года. Многие не видят разницы между техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и диагностированием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Давайте разберемся, чем оно отличается. Техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования по сути являются работы по поддержанию внутри домового газового оборудования в исправном рабочем состоянии. То есть это оба газ, ежегодно проверяет как в квартирах газовое оборудование, так и внутри домовое газовое оборудование. То есть они ходят, проверяют утечки, есть, нет. Техническим диагностированием внутридомового газового оборудования являются же работы по определению при помощи специальных средств и устройств состояния самого внутридомового газового оборудования. Также поиск и определение неисправностей в указанном оборудовании и определяют возможность его дальнейшего использования. То есть, по сути, они выполняют работу по дальнейшей возможности использования газового оборудования. Можно его использовать, либо нельзя его использовать. Данное техническое диагностирование проводится в обязательном порядке на домах, срок эксплуатации дома более 30 лет. То есть, в нашей компании этих домов в этом году 10. У нас проводились и в 2021 году такое диагностирование. В других управлющих компаниях, я знаю, проводилось. Ну, проводилось успешно, был ряд выявлено неисправностей на таком оборудовании. То есть, эта работа была проведена, и она не просто так прошла. Поскольку техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, оно, по сути, не включено в минимальный перечень обязательных работ управлющих компаний, которое утверждено по состоянию правительства номер 290 от 3 апреля 2013 года, но является обязательным для исполнения всеми управляющими компаниями. Нами в текущем году, в ноябре 2022 года, извиняюсь, была отобрана такая компания, она находится в городе Чебоксарах, называется РУСПРОМГАЗ. И, соответственно, был заключен договор на проведение таких работ. Со стоимостью работ 550 рублей с одного жилого помещения. То есть, эта компания, она лицензируемая, специалисты все имеют соответствующие разрешения на проведение таких работ. В апреле текущего года были нами инициированы общие собрания для утверждения этих работ, для утверждения стоимости по этим работам. По улице Цапко это дома 28, 28-1, 28-2, 28-3, Цапко-30, Цапко-32, 32-1, 32-2. По всем указанным адресам, кроме дома Цапко-28, данные решения были приняты. То есть, была утверждена такая оплата и, соответственно, будут проведены работы, уже проведены. Но скажу сразу, что на Цапко-28 тоже работы проведены, вне зависимости от того, приняли решение собственники, не приняли. Но там будем уже разбираться. И я думаю, что в судебном порядке, конечно же, мы будем пытаться взыскивать собственников те деньги, которые мы заплатим за проведение данных работ. То есть, это не только работы, но работы внутри домовые, но и внутри квартирные тоже они проводили. Да, хотел бы сказать... А если у меня новая плита стоит? Они заходят, конечно же, и внутри квартиры проверяют все оборудование, если им обеспечат доступ. То есть, много жильцов, которые просто не пускают специалистов этой компании, либо они отсутствовали дома. Нами предварительно с этой компанией был, конечно же, утвержден график проведения этих работ. Эти графики были размещены на информационных стендах. Жильцы должны были узнать. К каждому квартирам в доме. Кроме того, у нас имеется свой телеграм-канал. Они там тоже размещались и вела очень бурное обсуждение проведения этих работ. То есть, большинство жителей в данных домах, они как бы знали о проведении. Понимают, для чего. Это все проводится. Так, что еще хотела сказать? Хотела сказать, что даже к тем людям, которые не попали в квартиры, специалисты, которых либо не пустили, либо жители отсутствия дома, им как бы тоже придется заплатить эти деньги. Так как проводилось обследование, диагностирование не только проводится в квартире, внутри квартиры, ну и, соответственно, на наружном газопроводе. На наружном, ну в смысле, внутри домовом. Внутри домовом, да. Ну, внутри домовой, это идет по фасаду газопровод, заходит в подъезд, и из подъезда уже идет до квартир. До квартир. По проведению данных работ будет сделано соответствующее заключение данной компании о возможности дальнейшего использования этого газопровода, газового оборудования, либо о его замене. А также будут указаны все выявленные утечки газа. Возможно, где-то надо будет менять часть газопровода, либо запорную арматуру. Ну, это будет все по проведению работ нам направлено. Ну, и нами, соответственно, в обязательном порядке отработано. То есть, Сахалиноблгаз к этой процедуре вообще не имеет никакого отношения? Почему вы не с ними? Заключили договор именно с Чеборским? Сахалиноблгаз не имеет этого никакого отношения. Ну, по моей информации, сейчас врать не буду, по-моему, у них нет лицензии, либо какого-то разрешения. На этот вид деятельности, да? Что-то у них, какая-то документация необходимая для проведения таких работ отсутствует. Владимир Анатольевич, ну, огромное спасибо, что вы уделили время. И вот перед самым отпуском своим к нам пришли и поделились вот этой информацией, очень полезной, потому что очень много вопросов в социальных сетях есть. Спасибо вам большое. Можно я еще пару слов скажу? Ну, пользуясь случаем, то есть при дальнейшем проведении этих работ, то есть после 30-летнего периода, это диагностирование управляющая компания обязана будет проводить каждые 5 лет. То есть при последующих проведениях данных работ, я очень прошу жильцов отнестись к этому ответственно, опускать специалистов этой компании. Ну, и по возможности, возможно, мы где-то и упустили про информирование, неполное информирование, так скажем, населения. Ну, возможно, придем к вам и будем дополнительной информацией. Ну, а по поводу оплаты, допустим, эти же 550 рублей, если раскидать на 3 года на каждый месяц, и вообще можно и не заметить эту сумму? Можно и, да, и раскидать. Ну, в дальнейшем мы планируем, как бы, эту плату включить в состав платы по содержанию общего имущества. То есть будем раскидывать ее на 5 лет, то есть чтобы нечувствительно было, так как она в дальнейшем каждые 5 лет проводится, ну, и там будут выходить копейки, а по течение 5 лет аккумулироваться эта сумма, ну, и, соответственно, потом уже проводится данная работа. Еще раз спасибо. Все, спасибо.